Ребятки, привет! Меня зовут Эрик Шоков и сегодня мы находимся в городе Брюссель, Бельгия. Я приехал сюда на мажор. Мой первый мажор в жизни. Я уже пробовал попасть в Пиджиэлл, Стокгольм, в Швецию, но мне сказали, что мое приглашение не годится, у тебя нет вакцины, ты вообще никто, иди отсюда, мразь. Я исправился, сделал вакцину, получил нормальное приглашение от Пиджиэлл и теперь я попал на мажор. До этого я посещал только вроде бы эпицентр в Москве, больше никогда не было, но эмоции, которые я там получил, они запоминаются навсегда. Это тот турнир, где СДЕВС покинул КСГ сцену. Ну давайте, вижу цель, не вижу, ребят, блин! У-у-у! Посмотрим, что сегодня получится. У нас очень классные матчи. Спирит, Na'Vi остались в пэллоуфе. Они будут бороться за победу на этом мажоре, а возможно будет СНГ-финал. Этот ролик выйдет уже после самого турнира, вы уже знаете результат. Но мне остается только смотреть, болеть и здороваться с самими проигроками в реальной жизни. Кстати, я хочу сказать большое спасибо этому парню. Мы с ним были соседи в самолете, Я попросил у него раздать интернет, чтобы написать сообщение А в итоге он с нами здесь Помог найти машину, помог обустроиться Помог добраться до этого города Короче, красавчик Let's go, brother Thank you Good bye Good bye See you See you Вот так вот, добрые люди в Бельгии Этот ролик будет для своих Которым интересно, что у меня вообще происходит Как это все работает Я буду очень рад вашему лайку, если вы его поставите Потому что ролик, правда, не из простых Это очень интересный контент, которого давно не было Ну а сейчас мы приступаем к влогу Я арендовал уже машину И вот какую машину Сейчас я вам покажу Полетели Забыл сказать Мы сейчас находимся в городе Брюссель А сам мажор происходит в Антверпене Это час езды отсюда Поэтому нам нужно добираться именно до этого места Пойдем Сейчас наша задача найти нашу машину И как раз таки посмотрим Какие машины покупают бельгийцы Бельгийцы, да? Да Бельгийцы Так, молодые люди Мы нашли нашу машину Но она грязная Что это такое? Она очень грязная Так Это мини-купер Так, сейчас она должна включиться Так Так Два ББК Ой, это не она Это не она Пойдем Кстати, вот это все машины Нашей компании Которую мы сейчас выбрали И здесь почему-то Видимо, владелец любит BMW Тут только BMW И даже машину, которую мы взяли Это тоже BMW Это мини-купер Четверка Последняя четверка Кстати, она стоила на 20 евро дороже Она стоит 70 евро в день Я вам без шуток скажу Это нормальная цена 70 евро за такую машину И я бы готов был заплатить Но мне сказали, что из-за моего возраста Четверку дать мне не могут Вот такие вот дела А вы мне говорите, что я старый А вот наша машина Это мини-купер Ну, она выглядит как машина для путешествий Она выглядит как машина для путешествий Так Тут места супер достаточно Места много Нормально Коля, положи свою сумку Так Ой, нет кнопки Терец Так Ой, как жестко Так, давайте заводить Слушайте, машина классная пока что Так, ну, я предлагаю Выезжать Так, что мы вообще тут имеем Мы имеем Очень похожую приборку на BMW 8000 пробега Это прям Прям новая машина Мне она очень нравится Она такая симпатичная Необычная Посмотрите на этот Огромный круглый экран И здесь очень классная картинка На камере Прям супер Я надеюсь, тут есть CarPlay Если его нет Это будет не очень приятно Но есть свой навигатор А, мы же в Европе Все, мы выезжаем Первые два метра в городе Раз Два Три Я вписываю сразу Antwerpen Так, ну что ж Я выставил 43 километра 1 час 16 минут В пути Все Мы приехали В Antwerpen Нам понадобилось Минут 40 Дорога Одна из лучших В моей жизни Это просто прекрасно было Я заснул Можно сказать За рулем Сейчас мы едем в отель Заселяться И сразу же после этого И сразу же после этого Кушать А вот когда Поехать на сам Турнир Не знаю Cloud9 Вы понимаете Cloud9 Проиграли Такой был бы контент С ними Virtus.pro Прямо сейчас Уезжают Мы едем В сторону Отверпена Они едут В сторону Брюсселя В аэропорт Такие дела Короче Надежда На Spirit И Na'Vi Так Что можно снять В Бельге За 100 евро Давайте смотреть Ой Он сказал Раздельные Но Он не сказал Москолько Не раздельные Он сказал Да? Раздельные Так За 100 евро Выглядит на 60 евро Ладно В целом Тут есть все Чтобы Спать А это Главная цель Нашей поездки Спать в отеле Поэтому Переплачивать Особого нет смысла Кстати Давайте я вам покажу Вообще Что у меня есть в сумке С чем я путешествую Список На самом деле Не меняется Это всегда Одна сумка Я не ношу чемоданы Никогда Еще не было У меня полета Где я был По работе С чемоданом Как-то По кайфу Прать мало одежды И Покупать ее В процессе Поездки Кстати Это приглашение Пиджел На Мажор Чтобы меня Вы пустили Без этого приглашения От Пиджел Меня бы не пустили Это так странно В прошлый раз В Швецию Не пустили Из-за этого Это сумочка Где Паспорта Карта И так далее А карты У меня Кстати Немало Вот такое У меня Количество Карт Там есть И Кацпи Там есть И европейские И российские Мои права Техпаспорт М4 Все в одном месте Это удобно Ну и если я потеряю То все Сразу потеряю Пока Так Это Колина Камера Он сейчас Любитель пофоткать Один верх Как шокер Зарядка Макбука Это зарядка Для камеры Тут сразу Вставляются Четыре батареи Они могут Отновременно Заряжаться И отновременно Давать Заряд Камере То есть Я стрелю Именно благодаря Этой штуке Очень дорого Ставило Но зато Бесконечный Заряд Батарей Хватает На 24 часа Так Это у нас Длинные провода Я не знаю Зачем это Что это Зачем я принес Длинный провод Так Это у меня Спортивка Очень много Черных футболок Я обожаю Черные футболки Они у меня Все одинаковые Это у нас Получаются Нижние белевые носки И еще раз Носки Все А нет Ноутбук На этом Моя сумка Начинает пустеть Совсем заболе пробит А он тут Реально красивый Виден Весь стиль Вся архитектура Бельгия А именно А именно Антервепена Антверпа Антверпен То есть Мне казалось Длиннее название Не Антверп Антверпен 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 Да Весной на CSFL вышло обновление Battle Pass Вы можете выполнять челленджи И получать бесплатные скины за уровни Недавно их количество уменьшили до 60 Вам будет проще достичь максимального уровня И получить крутые предметы Задания делятся на общие Ежедневные И еженедельные Вы можете выбрать любое количество Из разных категорий Каждая игра дает вам увеличение игрового опыта То есть увеличивает ваш уровень Который можно обменять на топовые скины Ну а также теперь вы можете делать ставки балансом И появились автоставки В режиме краш слева от Габена Появилась бонусная игра Идея в том, чтобы первым поймать указанный коэффициент За это можно получить награду в виде предмета Ссылка на CSFL и промокод есть в описании Мы сейчас уже на мажоре Недалеко от центра У нас есть сообщение от PGL Как вообще работает пресса Тут написано, что пресс-конференции не будет Общения с проигроками Они сами не смогут проложить Поэтому нам нужно самим договариваться С командами, с проигроками Что мы хотим с ними что-то записать Вот В целом все Что дает пресса? Давайте посмотрим Во-первых, у нас был отдельный вход Это классно В очереди просто их не было Здесь мы можем покушать, попить Сзади меня огромное количество Каких-то кастеров Стримеров Я ни одного не знаю Хотел попробовать, но Нет, никого Все говорят не на русском языке Но сейчас наша главная задача Будет найти вход на сцену Поэтому прямо сейчас Вместе с вами Одним дублем будем искать Пойдем Чтобы были бы настоящие эмоции Все, что я видел Это уже какие-то примерные фоточки Выглядит круто Но такое чувство, что мало места До начала турнира До начала первого матча Осталось 12 минут Играет первый матч Фейс против Нинджас Играет первый матч Да, да Мы пришли правильно Вот тут сцена Так Это очень странно Нет кабинок вообще Почему такое решение Не понимаю На самом-то деле Зал самый большой Зал реально такой Среднего размера Но сцена выглядит классно Аудитория Заряженная Это очень сильно До начала матча Уже орут Как будто финал Они орут Сайбершок Не знаю зачем Но это приятно Была забавная особенность В зале А до нее Самых активных Болельщиков Были фаны Виталити Так как Франция И Бельгия Близкие соседи Сотни французов Приехали поддержать команду Но тут есть один нюанс Виталити Не прошли в Лиге На стейдж Надеюсь ребята Были об этом в курсе Сегодня Мы собираем Искать историю Поехали Поехали Одисси Прямо сейчас Заканчивается Первая катка На этом мажоре Последний раунд Посмотрите На реакцию Зала Посмотрите Счет в итоге У нас 1-0 Атмосфера здесь Серьезная Ребята Заряженные Все Поэтому будет интересно Наблюдать Что будет дальше Сейчас мы посмотрим Что PGL подготовил Для своих зрителей Что здесь можно купить Поесть Поиграть И так далее Давайте смотреть Если говорить Про развлечения И магазинчики Во время пауз на мажоре То это провал Там было до 5 развлекательных Стендов И через каждые 3 метра Пивные бары Понятное дело Мы в Береге Здесь любят пиво Я все понимаю Но камон Зрители просто спускались Купить пиво И поднимались обратно Внимание Не было даже пинов Хотя это всегда Было фишкой мажоров Hello Hello Navi Jersey L Navi Jersey Navi Jersey L 80 евро Это около 5000 рублей Если что Примерно так это все выглядит Тут ничего нет Я думал Здесь какие-то пины будут Но Еда Пиво И еще раз Пиво И туалет Но нужно отдать должное Здесь у каждого Третьего Пиво Здесь будет очень громко К концу дня Потому что Играют Navi И люди будут уже Нетрезвые Прямо сейчас Последний раунд Первой игры Типоса Посмотрите на реакцию людей У нас уже есть Правильно Один пикем И сейчас Должны выигрывать По идее Спирит В них никто не верит Здесь И здесь вообще Нет русскоязычной Аудитории Никто не добрался До Бельгии Прямо сейчас В этом зале Огромное количество Бразильцев Которые приходили Из Бразилии Болеть за команду Фурия Возможно На опыте И на такой большой поддержке Бразильцев Спиритам будет Намного сложнее Тем более У спиритов Это первый Большой турнир Так Здесь у нас проходит Какой-то Локальный турнирчик Два компьютера Как я понимаю Здесь аимка Турнир называется Beef Mod Arena И Как я понимаю По тому Что здесь на столе Они занимаются Снеками Это сушеная говядина Так Я пока ничего не понимаю Ничего не вижу У меня USP Он прям хорошо Попадает Что Так Ребята Он меня злит Все хорошо Он пошел Меня резать Последний раунд Блин Это было жестко На самом деле Это Фьюрио Не знаю Как это было Слышно На стриме Но на первой Игре спиритов Было абсолютное Молчание После выигранных Ими раундов А на Фуре Зал весь разрывался Но уже на следующих Картах Все было иначе И поддержка Зала Забалансировалась Закончился матч Спирит против Фурии Спирит выиграли И пока что наш Пикем заходит Спириты большие красавчики Мало кто верил в их победу Встретимся уже завтра На матче Копенгаген Флеймс Против Энс Два раунда Осталось до победы Нами Счет 45 Я попрошу Колю Прямо сейчас Спуститься к ним Чтобы он бы это заснял Случишься Это эксклюзивный контент Давай Давай Ну что ж Сейчас я вам покажу Как выглядит наш проход На турнир Тесла На черном салоне Как можно брать На черном салоне Нужен только белый Вот как выглядит Весь стадион Он огромный Вместимость 20 тысяч человек Если вы задумывались Почему мажор прошел Именно в Антверпене В таком маленьком городе То вот вам разгадка За аренду этого стадиона ПДЖЛ не платил Это все на бесплатной основе Стадион забрал Только доходы от продажи билетов Таким образом Получается вин-вин Для всех И ПДЖЛ экономит Огромные деньги А город получает Шикарный буст туризма Ведь на турнир Приехал как минимум 10 тысяч человек Со всех точек мира Ход для зрителей Находится По другую сторону стадиона Это делать нужно круг Наш ход Находится в бэкстейдж лаунж Повезло С парковкой Кстати насчет парковки Стоит 5 евро в день То есть за все время турнира Мы подарим Парковке 25 евро Сюда могут зайти только ребята У которых есть бэджик Команды Таланта Прессы Гость ПДЖЛ Они меня не понимают Ну судя по тому Что мы видим на экране Матч уже закончился Фейс скорее всего выиграли Ну а мы сейчас пойдем Возьмем покушать Вода Очень маленький банан Лейс И еще одну пачку Возьмем Лейса Но не обычного А что-то вроде вот этого Так я продолжаю Никого здесь не знать Хелло Его знаю Он совсем не знал Кто я такой при знакомстве Но когда речь пошла Про Собяшок Он упомянул Что прям сегодня Играл у нас на серфе Это приятно Ну а сейчас мы пойдем На саму сцену Вау Сегодня намного больше людей Чем обычно На полуфинал Пришло больше людей Вот наше место Для прессы Мы можем Вроде бы идти вниз Но Пока мы этого не делали На полуфинал На полуфинал Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня был финал Na'Vi и Mirage А нет, завтра у нас будет играть Na'Vi Face И я прогнозирую заранее Будет счет 2-1 Первая карта Mirage 16-14 от Na'Vi Либо 16-11 Вторая карта это Inferno 16-14 забирает Face И третья карта Nuke Na'Vi выиграет 16-8 Смотрим, что будет на самом деле Насчет велосипедов Брать машину здесь было не очень правильным решением Так как здесь попросту нет удобных парковок А на тротуаре только велосипедисты Здесь культ двухколесных И для них сделано все Нас закрыли на улице Как попасть в отель? Короче, обслуживание велики плохое Сервис плохой Жизнь здесь я бы точно не стала И я хочу уехать уже Нужно вставить ролик Это рецензия по стране Вилья Это Ни рыба, ни мяса Нет, даже не рыба, ни мяса Это плохо Для СНГ Челика Не подходит И наконец-то Финал Здесь был фаворит Им на Na'Vi И мы ожидали очередную победу На мажоре Но что-то пошло не так Нужно отдать должное Поддержка в зале Организация турнира Его освещение Было все на максимальном уровне Именно такие должны быть турниры Именно так Киберспорт будет развиваться Your PTL Major Аксуа Чемпион Мейс Клэр Мами проиграли 0-2 У них была борьба на первой карте Но во второй Они посыпались Примерно так сейчас выглядит зал Который Обустошен Эмоциями Я эмоции обустошен Я поставил ставки Пикем Все было хорошо Я поставил ставки на этот матч Я ставил на каждом матче И все, что я заработал Я поставил на Na'Vi Ну и вы сами понимаете Какое у меня сейчас настроение Ну и плюс Огромнейшее количество людей Повторило за мной Пикем И мы не смогли это сделать Это был Пиджел 2022 В Бельгии Антверпен Где будет дальше Какие будут составы Какие будут команды Это уже хороший вопрос За следующую встречу Пока О, они поаплодировали Под конец ролика Но на следующий день После турнира Генеральный директор Пиджел Спрогнозировал Что через пару лет За отдельными турнирами Будет следить до миллиарда человек Я думаю Это слишком оптимистичные цифры И хорошее привлечение спонсоров Но как бы это не было бы наивно Мы очень верим В такие цифры Субтитры создавал DimaTorzok